всех приветствую друзья на канале веселый инженер меня зовут андрей в этом выпуске мы рассмотрим основные виды контроля качества в производстве почему так важно правильная организация контроля качества тут ответ на вопрос достаточно простой например вы наладили выпуск продукции это может быть что угодно от сложных технических узлов и конструкций до простых комплектующих и других изделий очень печально когда на финишной операции изготовления выяснится что ваши изделия не соответствует качеству и техническим требованиям документации но самое страшное не это самое страшное что придется осознать что все усилия по его изготовлению а также затраченные материальные людские ресурсы были напрасны чтобы этого не допустить необходимо выполнять поэтапный контроль изделия на различных стадиях его изготовления я не говорю что надо судорожно измерять каждый размер и требования после каждой операции или даже переход необходимо выстроить систему контроля данных параметров исходя из важности и стабильности воспроизведения процесса самого производства для этого вам помогут пять основных видов контроля качества и первый это тотальный контроль через него проходит вся продукция в этом случае особое внимание обращают на любой брак или отклонение изделия в процессе его создания применим такой вид контроля к параметрам особой важности отклонение которых от требования технической документации приведет к неработоспособности всего изделия или значительному снижению его ресурса работы второе выборочный контроль через него проходит не вся продукция а лишь ее часть это своего рода профилактический прием предупреждающий возможность появления брака за этим процессом на предприятии следит специальная группа которая называется отделом контроля качества продукции или отделом технического контроля сокращенным отека если при проведении такого контроля выявляются значительные отклонения вся партия деталей проходит стопроцентный контроль или даже тотальный 3 входной контроль процедура через которую проходят сопутствующие сырье материалы перед его запуском в производство также все покупные стандартизированные комплектующие все материалы поставщиков тщательно проверяются и анализируются в целях повышения качества конечного продукта на этом этапе контроля поступающей продукции может применяться как схема тотального контроля что достаточно редко и затратно так и выборочного что намного чаще четвертое межоперационный или текущий как его называют контроль распространяется на весь процесс производства когда между его определенными этапами продукция проверяется на соблюдение требований технической документации выполняется в основном самими работниками задействованными в изготовлении продукции данный вид контроля помогает не только выявлять некачественную продукцию в процессе производства но и не допустить передачу изделия с отклонениями на последующие этапы изготовления что позволит вам сэкономить достаточное средства и ресурсы для изготовления дальнейшей продукции а также образование брака на финишных этапах пятый вид контроля выходной или приемочный контроль ему подвергается уже финальный продукт то что получилось в результате всего цикла производства изделия проверяется все в соответствии с принятыми стандартами нормативами технической документации проводится тщательный осмотр на наличие дефектов и отклонений продукции и только после полного контроля качества производимой продукции и подтверждение соответствия ее всем техническим документам производителя дается разрешение на поставку товара конечному потребителю если досмотрел до конца то не забудь поставить лайк поделиться видео с другом если ты еще не в команде веселого инженера то конечно подпишись на канал всем добра пока пока